Объявленные вне закона пассажирские газели возвращаются на омские дороги под видом такси. Перевозчики нашли способ обойти запрет чиновников мэрии и предприниматели. Сокращают количество мест в салоне до 8 и переводят свой автомобиль в категорию B. Потенциально уже в ближайшие недели на улицах Омска могут появиться сотни таких такси-маршруток. Какие контрмеры готовит департамент транспорта и как к идее относятся другие перевозчики в нашем сюжете? Шашечки, 8 мест в салоне и пассажирская газель-микроавтобус превращается в такси-минивэн. Алексей Женбаев говорит, все официально. Вот и разрешение от Министерства промышленности и транспорта. В октябре месяце только разрешение появилось на руках. Я вышел дальше работать, но уже в качестве такси легкового по городу Омску. Спрос есть, пассажиры есть. Доход, конечно, не такой большой, как раньше был, но жить можно. У меня, например, трое детей. Идти официально за 10-15 тысяч в месяц – это, не знаю, смешно. Я могу ставить любую табличку и ехать, куда захочу. В Омске уже появилась целая фирма, которая помогает владельцам микроавтобусов обходить закон. Для того, чтобы снова вернуться на улицы и работать на маршруте, нужно не больше 15 тысяч рублей. А купиться за несколько дней. Предприимчивые коммерсанты уверяют – они уже получили десятки заказов. Сейчас набирают машины на ликвидированные 320 и 363 маршруты. Мы набираем машины «Газели», уже переоформленные, которые за категорией на «Б». Получается, вам нужно в АГИ обратиться. Они переоформят вам машину где-то за неделю, дни 10. Переоформление будет стоить 13 тысяч и 800 рублей у него с пошлиной. А лицензия – 1300. Будут шашечки у вас, скорее всего, в малобовом стекле. Сбоку эти наклейки тоже будут наклеены. И, скорее всего, будет название «Совместная поездка». И это только начало. Закон не нарушен, а значит, ничто не помешает предпринимателям наводнить улицы Омска газелями такси. Конечно, стоимость проезда будет такая же, как и в общественном транспорте. Чиновники признаются, привлечь к ответственности находчивых коммерсантов невозможно. Он, по сути говоря, осуществляет деятельность как легковое такси. И, скажем, гарантировать и обеспечивать, во-первых, техническое состояние, контролировать ситуацию, чтобы, скажем, перевозчики проходили медосвидетельствование, просто невозможно. То есть у нас в департаменте транспорта рычагов нет. Так же, как и этих рычагов, не будет и у ГДН. У перевозчиков своя логика. Они теряют деньги. Многие брали газели в кредит и рассчитывали, что машины будут приносить прибыль. А продать их сейчас невозможно. Только на сайте Дром в Омске 550 объявлений. Отчаявшиеся предприниматели готовы продавать микроавтобусы и по 100 тысяч рублей. Но покупателей нет. Кто-то рискует получить штраф и ездит нелегально. Кто-то готов снять пять кресел, чтобы хоть немного заработать. Руководители транспортных компаний уверяют, чиновники сами вынудили перевозчиков обходить закон. Есть довольно новые автомобили «Газель», а их просто рощерком пера запретили эксплуатировать. Поэтому, если люди так делают, они молодцы, умницы. Все, что меньше восьми мест, лицензирование подлежит и можно использовать как угодно. В мэрии рекомендуют пассажирам объявить бойкот «Газелям», которые превратились в такси. Впрочем, учитывая, что многие горожане с отменой маршрутов жалуются на долгое ожидание транспорта на остановках, вряд ли кто-то из-за мячей готов проявить такую принципиальность. Елизавета Васильевич и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск. Добавлю, что в ближайшее время региональное министерство промышленности планирует провести внеплановый рейд по перевозчикам. Находчивым мячам могут грозить штрафы. Чиновники будут проверять, прошел ли водитель медосмотр, безопасен ли его автомобиль и получил ли он лицензию на работу.